Всем привет! Сегодня работаю на новой для себя площадке, значит самое время снять для вас обзор на канал свадебный ивент Ревизора. Меня зовут Валентина Ковердяева, я организатор и ведущая праздников, и сегодня я вас познакомлю с площадкой Плакучая Ива, которая находится на территории парка Рублёва. Здесь у нас паркинг летом, стоимость одного парковочного места 700 рублей, соответственно паркинг заранее заказать на ваш персонал, на ваших подрядчиков нельзя, здесь хаотичная парковка, но мест достаточно много. Стоит помнить, что эта площадка находится рядом с парком Рублёва, и все, кто приезжает сюда отдыхать и загорать, первыми занимают эти места, поэтому приезжайте заранее. Так, пляж Рублёва, здесь естественно люди плавают, купаются, есть какие-то водные активности, сейчас я вам буду показывать его внутри, все меня уже боятся, а я просто решила заснять немного территорию парка. Я, получается, сейчас нахожусь вот здесь, а мне нужно вот сюда, к шатрам. Это пляжная зона, как вы видите, она достаточно большая, широкая береговая линия, здесь должны работать спасатели. Насколько я знаю, здесь также в парке есть несколько кафешек, можно заказать хот-доги, пиццу, детская площадка. Ну, в общем, проход в наш шатёр как раз через вот этот парк, и гости, которые приезжают в вечерних нарядах, они невольно станут свидетелями голых жопок. Что ж, посмотрим, что нас будет ждать на мероприятии. Продолжайте смотреть ролик. Так, техническая часть, что важно знать тем, кто проводит здесь мероприятие, в первую очередь подрядчикам. У шатра нет своей парковки. Парковка осуществляется рядом с рестораном White, но есть возможность подъехать на разгрузку. Это вот такие зелёные ворота с табличкой машины не ставить. Сюда подъезжают все техспециалисты, диджеи, декораторы. Они подъезжают максимально близко к шатру, выгружаются и выезжают. А выезжают они вон аж туда, и вон там будет место парковки. Либо 700 рублей, в случае, как сегодня, потому что все отдыхают на пляже и парковочных мест мало, либо бесплатно. Здесь рядом с шатром находится хелиопарк, поэтому здесь всегда летают вертолеты. Здесь также очень много водных активностей, поэтому может быть дополнительный шум. Но посмотрим, как всё пройдёт на мероприятии. Потому что сейчас ещё утро, людей практически нет, а потом уже, конечно, может быть очень-очень громко. Ты ищешь площадку на свой праздник? И хочешь решить этот вопрос быстро, качественно и грамотно? Тогда подписывайся на мой канал. Меня зовут Валентина Ковердяева, я свадебный ивент-ревизора, организатор и ведущая праздников. И вот уже 12 лет я делаю людей счастливыми. У меня есть более 250 видеообзоров на площадке Москвы и Подмосковья, на которых может пройти твой праздник. Со всеми условиями, ценами и свободными датами. Подписывайся на мой закрытый телеграм-канал Ревизора Москву, оставляю ссылку в описании. И я помогу тебе найти площадку твоей мечты за три дня абсолютно бесплатно. Сегодня на мероприятии три стола, 30 гостей, стол родственников, стол молодоженов, стол близких и стол друзей. Я сейчас стою на месте президиума. Это самое удобное место для расположения ребят в зале. На потолке у площадки стационарно висят лампочки и вот такие большие шары. Выглядит очень романтично. Тарелки, посуда от площадки, текстиль от декоратора. Я привезла свою шкатулочку для колец и шкатулочку для денег. У меня это входит в стоимость. Декор сегодня у нас живыми цветами. Выглядит очень красиво. Я люблю такой минимализм, но, конечно, декоративные цветы дают больше объема. А живые смотрятся утонченно и еще очень вкусно пахнут. Поэтому я точно за живые цветы. Пусть их будет меньше, но их можно будет, опять же, в конце праздника вот эти композиции забрать и подарить, допустим, родителям. Столики у нас тоже пронумерованы. Что еще хочется сказать про зал? Зал, естественно, пустой. Все техническое оснащение, световые стойки, плазмы, колонки. Все привозит специалист. В нашем случае это отдельный техник по аренде. И к нему подключается уже диджей и ведущий. Вот так выглядит техническая зона. Компьютеры, провода. Ребята уже накрывают фуршетную линию. Все натерто. Посуда, стекло. Уборщица готовит зал. Приводит его в порядок. У ребят есть барная стоечка. Здесь разливаются напитки. В общем, на мой взгляд, все выглядит абсолютно прекрасно. Вот так, как и должно быть. Какие же красивые сегодня облака. Ну, просто что-то с чем-то. Сахарная вата. Сегодня у нас на церемонии будет рассадка абсолютно всех гостей. Стульчиками, которые мы брали в аренду. Стульчики я расставила так, чтобы всем гостям было удобно сидеть. У всех был хороший обзор. С левой, с правой стороны. Арочка сегодня декоративная. Площадка ее хорошо закрепила. Никакой ветер ее не сдует. Это арка сегодня из микса декоративных и живых цветов. Вот это живые цветочки. Вот здесь, допустим, декоративный лист. Вот это живой лист. Многие невесты не сразу видят разницу. Но, честно говоря, нам всегда все очевидно. Вот это искусственный цветок. Вот это живой цветок. Вот такого яркого оттенка в живых цветах не бывает. Это все декоративка. За аркой сегодня вот такой потрясающий вид. Вид на пляж. Здесь у нас кто-то плавает, загорает, купается. Гримерочка находится внизу. Такое скрытое помещение. Вот так выглядит гримерка. Это вообще пляж. То есть вон дядечка прекрасно загорает. Вот еще тетечки. Вот здесь как бы он немного отделяется. Главное, головой не ударится. Видимо, специально вот это повесили. Вот здесь так называемый склад. Вот есть комнатка. Я попросила, чтобы нам здесь брали. Позвала уборщицу. Вот. Такая гримерка. Давайте покажу вам фуршет. Сегодня красивая подача, сервировка. Есть фрукты, есть овощи, есть брускетты, есть блинные мешочки. Сэндвичи. Все выглядит очень аккуратно. И съедобно, прям вкусненько. Ждем гостей с минуты на минуту. Вау! Как будто это звезды Голливуда. Сегодня такие есть, кстати. Ну что, давайте я с вами поделюсь впечатлениями. Мы уже запустили мероприятие. Банкет начался. У меня есть свободная минутка. Могу похвалить команду шатра. Работают быстро, четко, здорово. Официанты ухаживают за гостями. Очень приятная, симпатичная сервировка. Церемония прошла супер. Даже, понимаете, я не знаю, как так получилось, но вертолеты в этот момент над нами не летали. Поэтому не было громко. Все в рамках тайминга. Подача блюд, напитка, фуршет, банкет. Вы знаете, здесь, вот здесь шатер хочу похвалить. Здесь я как организатор, как ревизора ставлю пятюню этой команде. Но мероприятие, как вы понимаете, только началось. Я обязательно запишу еще второй кусочек. Продолжайте смотреть этот ролик обязательно до самого конца. Ну, а я пойду поработаю. Вот такая красивая подача горячего. Заходите красиво, прекрасно. Это самый главный день в нашей жизни. Мы стали светлыми в единении нашей семьи. Я как глава нашего семейства хочу дать обещание. Вот так шатер выглядит вечером. Лампочки – это единственное освещение. Я думаю, что тот, кто планирует здесь свадьбу в сентябре, должен об этом знать. Что просто когда закат, солнце уходит, в зале становится достаточно темно. Ну, то есть в идеале, конечно, заказывают дополнительное освещение. Но закаты здесь прекрасные. Это стопроцентная информация. Наши мероприятия в Плакучии Иве прошло прекрасно. Конечно, у шатра есть свои недочеты, есть жирные минусы. Но в целом люди, которые не работают в праздниках, люди, которые не часто где-то отдыхают, люди, которые не всегда знают, как это может быть иначе, им отдых в таких местах нравится. На самом деле главное, что это атмосфера, это любовь, это счастье, это друзья, это близкие, это родственники. И да, конечно, я где-то прям очень сильно, возможно, делаю акценты на каких-то местах, на каких-то минусах. Но, опять же, согласитесь, я очень часто показываю плюсы. То есть нет такого, что я тут в своем канале взяла и рассказала то, чего на самом деле не было. Нет, это меня и отличает от всех других. Я никогда не лебезю, никогда не говорю так, как от меня люди хотят что-то слышать. Я говорю так, как я вижу, так, как я чувствую, так, как вот оно происходит. В действительности этим и прекрасен канал свадебного импровизора. В целом из 10 баллов, если мы будем по этой шкале оценивать эту площадку, то это пятерка, твердая, уверенная. У них вкусная кухня, факт. Официантов обязательно нужно переодеть, потому что пока они выглядят супер по-деревенски. Но ребята молодые, ребята шустрые, ребята стараются, ребята прекрасно реагируют на просьбы, ухаживают за гостями. В общем, со своей стороны все, что могут, они делают. Мне понравилась локация. Рядом с Москвой, недалеко от МКАД, Красногорска, шатер. Вот, ну, из минусов, конечно, то, что рядом с шатром находится туалет общественный. И все почему-то, гуляя по пляжу, загорая на пляже, вот с какой голой жопой они встали с лежака, с этой голой жопой они и пришли в туалет. А это все очень хорошо видно, даже несмотря на то, что вроде поставили какой-то небольшой заборчик мимо нас, ходили люди в дальние беседки, в какой-то у них там то ли сап, то ли еще какой-то клуб спортивный, площадка уличная. И, конечно, вот эти голые жопки ходили постоянно мимо нас в туалет. Ну, в целом, с этим работать можно. Конечно, это подойдет вообще там 15% моих молодоженов. Остальные скажут, нет, давайте посмотрим какие-то варианты побогаче, иначе и так далее. А кто тут скажет, блин, ну, цена адекватная, на фуршет, банкет, в общем, нам все нравится. В целом, давайте брать. Поэтому, если вас интересует стоимость этой площадки, свободные даты, какие еще есть минусы, о которых я не успела рассказать, вам нужно рассчитать смету, вам нужно подсказать, вам нужно помочь, вам нужно организовать, вы знаете, к кому обратиться человеку, который знает более 250 площадок Москвы и Подмосковья, и с легкостью находит за три дня для вас самое лучшее место. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я Валентина Ковердяева, подпишись на мой канал. Здесь каждую неделю выходят полезные ролики для тех, кто готовится к своему празднику. А я поехала дальше. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!